Здравствуйте, дорогие друзья, наши телезрители, партнеры. Я, Сергей Зуев, приглашаю вас принять участие в нашем прямом эфире. И сегодня мы будем говорить с вами о семье. Знаете, буквально несколько дней назад мы вместе с моей женой отпраздновали наш юбилей. Нашей семье уже 30 лет. И знаете, так удивительно, что я абсолютно уверен, Бог является автором семьи. Бог является автором нашей семьи. Потому что когда мы увидели друг друга, я не знаю, кто верит, не верит в любовь с первого взгляда, но то, что было у меня с моей женой, когда я ее впервые увидел, знаете, прямо в этот момент я подумал, ох, как хорошо, если бы она была моей женой. И потом, когда я с ней познакомился, и мы стали общаться, я спросил у нее о первом впечатлении, и она сказала то же самое. Я верю, что Господь соединяет людей, Господь является автором семьи. И я напоминаю, что мы в прямом эфире, друзья. И поэтому, пожалуйста, сегодня пишите, звоните нам. Мы хотим отвечать на вопросы, мы хотим молиться за ваши нужды. Поэтому для вас работает наш колл-центр. Буквально немножко времени сейчас посмотрите этот видеосюжет о колл-центре. Сотрудники колл-центров ТБН «Россия» всегда ждут ваших звонков и готовы ответить на любой ваш вопрос. Именно вы помогаете нам становиться лучше и развиваться. И мы с нетерпением ожидаем ваши отклики, вопросы и пожелания каждый день. Каждое ваше сообщение, которое приходит в один из колл-центров телекомпании ТБН «Россия», очень важно для нас. Заходите на интернет-портал tbndfistv.ru Этот сайт был создан специально для вас. Вы первыми узнаете последние новости из жизни телеканала. Найдете анонсы самых интересных программ и фильмов. На сайте регулярно обновляется программа телепередач. У каждой передачи есть своя собственная страница, где находится полная информация о ведущих и гостях программ. Не успели посмотреть любимую передачу? Не беда. Вам на помощь придет сервис «Видео-он-деменд». Мы всегда открыты к диалогу с вами в разделе «Общение». Вы можете смотреть эфир телеканала онлайн. В рубрике «О нас» вы узнаете, как смотреть телеканал ТБН и найти наши контакты. Если вы хотите стать нашим партнером, но не знаете, что для этого нужно, заходите на сайт tbndfistv.ru Мы постоянно принимаем отзывы телезрителей. Нам очень важно ваше мнение. Высказывайте свое мнение и общайтесь на tbndfistv.ru Я психолог телеканала ТБН. И каждую пятницу я жду ваших звонков, чтобы выслушать ваши вопросы, разобраться в вашей ситуации, вашей проблеме и найти выход из кризиса. Присылайте мне ваши письма, звоните. Я рада каждой возможности помочь вам, дорогие зрители. Итак, друзья, мы в прямом эфире. И я напоминаю о том, что тема нашего сегодняшнего прямого эфира – это семья. 30 лет исполнилось моей семье, поэтому я думаю, что я имею некий опыт в отношении семьи. У меня пять детей, у меня один внук, скоро второй родится. Но на самом деле даже не тот опыт, который у меня есть. Я думаю, что все-таки самое важное – это то, что Библия, Писание, Священное Писание говорит о том, что является семьей. Так вот, мы должны всегда понимать, друзья, что семья – это не просто случайная связь или случайный какой-то союз между мужчиной и женщиной, который как-то возник из-за каких-то влечений. На самом деле сам Бог является автором семьи. И если мы с вами изучаем Писание в самом начале книги «Бытие», мы видим, как это было устроено, когда Бог творил этот мир, и когда Он сотворил человека, и когда Он сотворил семью. И поэтому в моем понимании, друзья, что семья – это как некий базовый фундамент вообще общества и мироздания в том числе. Мы не можем изменить институт семьи и брака просто по своему решению или хотению, потому что мы также не можем изменить с вами закон гравитации, нравится нам это или нет. Потому что Бог это утвердил, Бог является законодателем и автором. И проблема в том, что никакой человек не может решить или определить, что является добром, или что является злом, что правильно, что неправильно, потому что человек не является творцом. И Писание говорит в книге притчи 29, 18 стих, «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон благословен». Мы видим здесь о том, что человек, или даже народ, нация, если они не имеют откровения свыше, откровения от Бога, тогда это приводит их к разврату, к бунту, к необузданности, в конечном счете погибели. Я помню, как много лет назад однажды мы общались с одной европейской семьей. Эта семья была, насколько я помню, из Германии. Мы вместе отдыхали, и у нас зашел разговор. Сначала мы говорили о детях, о семье, и я услышал, что у них христианские имена. И в этот момент я обрадовался, думаю, я встретил братьев и сестер по вере. Я спросил, вы христиане, знаете, с такой надеждой? И они вдруг тут же помрачнели, так немножко отстранились и сказали, нет, наши родители были христианами. Я спросил, почему были? Что случилось? Дело в том, что мы цивилизованные люди. Это только необразованным людям, которые как дикари, им нужен кто-то там сверху, который будет им говорить и указывать, что делать, что нужно, что правильно, неправильно. Но мы теперь достаточно зрелые, самостоятельные, умные люди, чтобы мы сами решили и определили, что хорошо или что плохо, что добро и что зло. И в этот момент я на самом деле получил понимание, вот такого глубинного понимания, что делает сейчас вот эта либеральная идея, мировоззрение, этот светский гуманизм, когда человек поставлен, знаете, во главу угла, как источник некого достижения счастья своими усилиями, и сам человек определяет, что правильно или что неправильно. На самом деле все это приводит к упадку и к разрушению. Мы видели, что происходило с разными империями. Мы знаем, что случилось с Элладой, что случилось с Римской империей, и что в конце концов произошло с такими городами, как Содом и Гаморра, Помпеи, как вы знаете. Знаете, общество без откровения свыше скатилось до полного развращения, морального упадка, деградации, и в конце концов был совершен суд Божий над этими людьми. Знаете, не так давно очень известный, я думаю, наверное, самый известный, самый влиятельный проповедник в Америке, его зовут Билли Грэм, ему уже более 95 лет, он однажды сказал, после всех этих событий, которые происходили в Соединенных Штатах по поводу легализации однополых браков, по поводу абортов и всего остального. Он сказал следующие слова, что если Бог не будет судить Америку, если он не накажет, то ему придется извиняться за Содом и Гаморру. То есть этот человек настолько обеспокоен этими тенденциями, которые происходят сейчас в современном западном мире. И на самом деле я рад, друзья, что в нашей стране ситуация другая, что руководство нашей страны заявляет прямо и открыто, что самая высшая власть – это власть Господа Бога. И также руководство нашей страны стремится к тому, чтобы утвердить традиционные ценности, семью и брак, и чтобы было много детей. Вы знаете, даже я просто представляю себе, что бы было, если бы вот кто к чему стремится западное общество сейчас, если просто их изолировать, и чтобы там все были однополые браки, и оставить их лет на 50, что с ними случится? И тогда можно с ними поговорить. Но слава Богу, что в нашей стране мы можем праздновать День Семьи, Любви и Верности. И это подчеркивает именно то, что Писание говорит и утверждает. Давайте мы посмотрим сейчас с вами небольшой видеосюжет по этому поводу. Увидеть такое количество пар на одном квадратном метре, да еще и в свадебном одеянии, можно было не иначе, как в одном из самых романтических городов России. Площадь искусств в Петербурге собрала уже по доброй традиции около 50 пар молодоженов и сотни тех, для кого понятие «семья» – это не только статус, но и поистине «священный союз». Мы очень рады, что существует такой праздник, что его легализовали, что мы теперь отмечаем, он стал всероссийским, потому что 14 февраля – День Святого Валентина, он какой-то не наш. А этот праздник такой родной, душевный. Центр площади искусств на время превратился в настоящий ромашковый рай. Третий год подряд именно эта площадка становится эпицентром семейного праздника. Всем собравшимся организаторы предложили увлекательную программу от уроков танцев и необычных фотосессий до литературных конкурсов и портретной живописи. Ну а настоящим украшением праздника стало яркое шествие влюбленных пар, для которых такой день – еще один повод примерить торжественный наряд и оживить в памяти одно из самых счастливых событий в жизни. Эти дни после свадьбы показались, наоборот, самыми такими яркими и, возможно, где-то наши чувства схлынули с еще большей силой. Главными гостями семейного праздника по традиции стали супруги со стажем. Сегодня им вручали государственные премии, медали за любовь и верность и, конечно, памятные подарки от организаторов. И это, надо сказать, такая малость для людей, у которых есть чему поучиться. Надо уметь ждать, потому что моряк, вы знаете, что это такое, ждать, любить, верить. И он должен верить, что дома у него всегда все в порядке. А в принципе, я вот, когда у меня спрашивали здесь, говорят, как вообще залог какой? Я говорю, жена должна постоянно хвалить мужа. Если она ругает его, если она его... Нет, это... Самое главное, конечно, поддерживать, не только хвалить и понимать. В современном мире так называемых свобод и модных, зачастую, навязанных тенденций мы видим огромное количество людей, готовых сегодня отказаться от своей свободы. Не верьте тому, что говорят, разводы нынче в моде. Ведь мода – понятие само по себе проходящее, в то время как традиции вечны. Инесса Буланкова, Андрей Клементьев. Новости ТБН. Друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, звоните, пишите, посылайте смс. Мы с радостью хотим ответить на ваши вопросы, а также помолиться за ваши нужды. И все, что вы желаете, стать, к примеру, партнерами или послать пожертвования, вы можете отправлять это на наш колл-центр. Вся информация предоставлена на экране. Мы говорим о том, что Бог является автором семьи. И Бог является законодателем. То есть не человек решает, что правильно, что неправильно. Тот, который сотворил человека. Знаете, друзья, я абсолютно не верю в эволюцию. Я верю, что есть Всевышний Бог, который является автором, который является творцом человека. Но, естественно, что если Он сотворил, как не Он, только может знать, что лучше всего для человека. Порой людям не кажется, что это хорошо. Но в действительности наивысшее благо приходит только тогда, когда мы подчиняемся инструкции того, кто нас с вами сотворил. Но согласитесь, откуда мы можем знать какой-то сложной техники, которую мы с вами приобрели, как не от завода-изготовителя, как правильно эксплуатировать, как правильно пользоваться этим, чтобы это все приносило хороший результат. То же самое с нашей жизнью. Порой наши эмоции направляют нас в разные стороны. И мы не понимаем, как и что лучше делать. Бросает нас в одну сторону. Мы увлекаемся, потом смотрим, что это тупиковый путь, неправильный. Идем в другую сторону, думаем, что это нам поможет. И таким образом, путем проб и ошибок, набив себе массу шишек, мы все-таки приходим к пониманию, что есть основа, есть истина. Если бы мы изначально строили свою жизнь на основании этой истины, было бы все замечательно. Так вот, мы должны увидеть с вами, что изначально, как только был сотворен этот мир, Бог поставил на земле первый союз. Представьте, не было еще никаких властей, никакого правительства, даже церкви еще не было. Но уже был союз двух, мужчины и женщины. И мы с вами можем посмотреть, как это было в самом начале. Бытие, 2 глава, 18 стих. Сказал Господь, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Вот представьте картину. Библия говорит о том, что когда Бог сотворил весь этот мир, Он посмотрел и с удовлетворением сказал, хорошо, весьма. То есть то, что Бог сотворил, Ему все понравилось, это было все замечательно, это было все совершенно. Но вот когда Он посмотрел на человека, на одного человека, Он говорит, нехорошо. То есть Бог увидел, что человек, мужчина, нуждался в помощнике. И тогда Господь говорит, сотворим человека или помощника соответственного. Это вы знаете, как, к примеру, если взять две шестерни, которые полностью совпадают с зубами там, где есть у шестеренок выпуклые места, они точно соответствуют другой шестеренке. И тогда они могут производить важную работу. И мы понимаем, что каждый человек, он имеет свои преимущества, но он имеет также свои недостатки. У него есть сильные стороны, у него есть слабые стороны. Но когда Бог сочетает двоих, то Он находит именно такого помощника, который полностью перекрывает все слабые стороны своими сильными сторонами. Тогда получается то самое соответствие, тот самый гармоничный, важный союз двоих, которые могут потом вместе совершить и исполнить свое призвание или предназначение на этой земле. Итак, Господь говорит, сотворим помощника соответственного Ему. 21 стих. Мы с вами в книге «Бытие», 2 глава, 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих плоть, от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего». Очень интересно, что на иврите вот это слово «ребро», оно помимо части нашего тела, оно также обозначает вторая половина целого. Вам наверняка приходилось видеть двустворчатые двери. Они состоят из двух половинок. И мы понимаем, что если одной половинки не будет, тогда вроде и дверь есть, но она не выполняет своей роли, она не закрывает, как бы остается открытым проход. И то же самое происходит с человеком, когда у него нет своей второй половинки, тогда он как бы не до конца полноценный, он не может выполнить то, что на самом деле он был должен исполнить. Так вот, это не просто, что Бог взял женщину, сделал из ребра человека, но на самом деле он как бы взял из человека вот эту вторую половину, ту натуру, то необходимое, необходимые качества, необходимые элементы, и он вложил в женщину. И только вдвоем они могут становиться именно полноценным, совершенным человеком. И 24 стих Писание говорит, «Потому оставит человек отца своего и мать свою прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть». Это очень важный момент. Мне поступают вопросы, и порой спрашивают по поводу вот этой ситуации, когда родители, отдав свою девушку, свою дочь или своего сына, выдав жениф, вернее, они потом начинают как-то влиять, вмешиваться, им не нравится то или другое. Ну, вы знаете, родители всегда, они так чем-то недовольны могут быть, они беспокоятся по поводу этой новой семьи. И, соответственно, начинается какой-то неправильный контроль. Так вот, мы должны знать с вами, я говорю это и родителям, я говорю это также девушкам, которые, может быть, слишком часто бегают и жалуются к своей маме, и тогда вот начинается этот синдром тещи, которая возмущается, начинает там атаковать зятя. Библия говорит о том, что человек, мужчина оставит отца и мать, прилепится к жене, и двое становится одним целым. Это обозначает, что родители уже не должны таким образом вмешиваться или контролировать, потому что молодые сделали свой выбор, они решили соединить свою жизнь, и они стали одним целым, они стали вместе. И Писание предупреждает нас или показывает нам о том, что вот это определение «одноплоть» представляет как бы самое-самое наилучшее понимание брака или смысла брака. То есть это тесный, тесный союз двух людей, которые соединяются вместе. И до конца. Как вы знаете, в последние несколько десятилетий появилось такое понятие, как гражданский брак. Ссылаются на то, что это было еще в царской России. Но на самом деле в тот момент гражданским браком называлось то, когда люди шли, я не помню, как назывались те учреждения, типа ЗАГСа, знаете, государство регистрировало их брак, но не было венчания в церкви перед Богом. И тогда это называли гражданский брак. Но все равно так или иначе была определенная ответственность. В случае смерти одного человека, второму доставалось имущество. И, естественно, они тогда имели определенные какие-то полномочия или ответственность друг перед другом. Но то, что сейчас называют гражданским браком, я бы сказал так, это некий замаскированный блуд. И Писание предупреждает, что всякий блуд и всякое прелюбодеяние является грехом. Как бы его ни называло современное общество, истина остается прежней. Слово Божие, оно неизменно, оно не будет подстраиваться под какие-то, знаете, новые современные веяния или идеи человеческие. Оно всегда то же самое, потому что Бог не меняется. Бог тот же самый. И вот возникает вопрос, когда двое решают вступать в брак, какие мотивы у них? Большое количество разводов говорит о том, что люди имели свое какое-то странное представление о семье, о браке. И, возможно, знаете, как два эгоиста, которые, допустим, мужчина думает, я должен жениться, потому что у меня должна быть жена, она должна мне кушать, готовить, она должна стирать, она должна убираться дома, удовлетворять меня. А женщина думает, мне нужен мужчина для того, чтобы он меня обеспечивал, он заботился о моих детях, чтобы у меня была квартира, была машина и так далее. И теперь, представляете, вот эти два эгоиста, которые встречаются друг с другом, один ожидает от того, что муж или жена будут восполнять его нужды, а тот ожидает от другого. И у них начинаются конфликты, конфликты интересов, потому что они думают, что работать-то будет или что-то делать другой. Это, знаете, своего рода как манипуляция, своего рода эгоистические намерения, которые потом, в конце концов, выливаются в ссоры, в разборки, в конфликты, потому что невосполненные ожидания. Так вот, друзья, мы должны с вами понимать, что Бог запланировал семью или брак, тогда, когда двое соединяются вместе и в основании лежит любовь. И теперь, послушайте, есть также извращенное понимание, знаете, некое такое голливудское понимание любви, когда все связано с эмоциями, с чувствами, с эротикой. Даже в греческом языке есть такое понятие, знаете, у нас в русском языке есть только одно слово «любовь» и касается многих сфер. Ну, для греческого языка было специальное определение «эрос». Так вот, современное общество, говоря о любви, оно только это и подразумевает. То есть, некие эротические пылкие чувства, и когда вот эти чувства пропадают, они говорят, ну, дорогая, теперь я тебя не люблю, значит, мы с тобой больше не можем жить, мы должны развестись. Но это все ложь, это все неправильно, друзья. Потому что в действительности любовь, о которой говорит Писание, это любовь агапе. это полная противоположность эгоизму. Послушайте сейчас внимательно, друзья, потому что чувства, они изменчивы. Они сегодня в одну сторону, потом они в другую сторону. Это, знаете, как синусоида нашей жизни. И когда мы говорим о том, как мы должны следовать за Христом, когда мы говорим о нашей вере, то вера основывается на Слове Божьем, не на чувствах, не на обстоятельствах, не то, что происходит вокруг. И то же самое наша любовь, друзья. Она должна основываться на том, что сказано в инструкции, что сказано в Слове Божьем. Так вот, любовь, прежде всего, Бог является любовью. И в нас есть Его любовь. И эта любовь, это агапе, как жертвенность. Если мы говорим о противоположности эгоизму, знаете, эгоист — это тот человек, который пытается восполнить свои нужды за счет других людей. Он думает только о себе. В то время как любовь Божья направлена на восполнение нужд других для того, чтобы принести благо другому. Поэтому, представляете, когда два человека, у которых вот такое понимание, когда он думает, я хочу любить свою жену и заботиться о ней, восполнить ее нужды, ее потребности, служить ей, быть посвященным, быть жертвенным для нее. И когда у женщины точно такая же идея и мысль служить своему мужу, помогать ему, вот тогда этот союз будет очень крепкий. Понятно, что будут разные ситуации, разные эмоции, притирки обязательно будут. Но, тем не менее, друзья, все будет хорошо и правильно, когда мы строим наш брак на основании любви Божьей, на основании Божьего Слова. И следующее определение любви, это филио, это дружба. Когда есть дружеские отношения между мужем и женой, это будет очень сильный, долгосрочный брак. Мы с моей женой прожили 30 лет. И я вам скажу с уверенностью, что моя жена является моим самым лучшим другом. У меня есть друзья, у меня есть друзья среди моих знакомых, братьев, со многими дружу десятилетиями. Но, тем не менее, больше всего времени и в общении я провожу именно с моей женой. Только она знает самые-самые такие потаенные тайны моего сердца, знаете. То же самое я могу сказать о ней. И мы не скрываем друг от друга ничего. Мы общаемся, мы любим друг друга и поддерживаем друг друга в любые времена, в сложные, хорошие, что бы то ни было. И вот таким вот образом более 30 лет, друзья, мы вместе, я вам скажу, были разные ситуации. Но, тем не менее, для нас никогда не возникал вопрос развода, потому что в нашей семье мы изначально решили, что бы ни было, для нас нет вот этой задней двери, которая называется развод. Потому что разводятся эгоисты, разводятся люди, которые думают, что это решит какие-то проблемы. Друзья, в основном эта проблема не решит. Потому что мы, прежде всего, должны посмотреть себя, посмотреть свое сердце, подумать, где мы были или поступали неправильно. И тогда мы можем сделать такой вывод, что все вопросы, все трудности и все проблемы, они все-таки должны решаться внутри брака, внутри семьи. И когда мы имеем такое решение, такой взгляд на вещи, тогда, послушайте, Бог будет нам помогать. Его сила, Его благодать, Его любовь будет проявляться в том, чтобы делать наш брак правильным, устойчивым, крепким. И на самом деле, чтобы эти дети, они имели такое правильное, хорошее понимание своих родителей. Я отчетливо представляю себе, что в своей семье я несу, ну как бы, знаете, роль или образ небесного Отца. Потому что, если дети, когда они маленькие, они смотрят на своего папу, потом у них точно такая же картина будет складываться о своем Боге, о небесном Отце. Если они в своем папе видели некое такое крикливое, гневливое существо, слабовольное, слабохарактерное, которое не любит своих детей или равнодушны к детям, бросает их, разводится, уходит, то им потом так сложно будет следовать за Богом, потому что у них будет эта картина. Я представляю, какую ответственность и какой суд будет переживать тот самый папаша. Поэтому, дорогие родители, у нас есть великая с вами ответственность, потому что Бог доверил нам детей, а дети — это вечно живущие существа, которые будут, знаете, их жизнь будет очень сильно зависеть, что они видели в той семье, в которой родились. Поэтому Писание говорит следующее. Это послание к Евсянам, пятая глава, двадцать пятый стих. Тут сказано следующее. «Мужья, любите своих жен». И отмечается, каким образом? «Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Давайте мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, посмотрим один видеоклип и потом возвратимся сюда, в студию. «Мужья, любите своих жен». Верно, «б Commerce» Спаси, их они oga — «Вчеба, всякие людей в твоих руках жизнедленно and «Вчеба» — «Сам!» Все мы разобьем на деление Истины мы несем в этот вежливый мир Ее соседы и вежливости Любовь, так ищем мы Если Бог, есть страх, все нам жизнь дала Спасите на земле, жаждаем мы тебя Судьба vaccine в ключе, твои глубоко Теперь жизнь отдала Мы Бог с тобой неразделимый Мы Бог с тобой тебе отбрели все Мы Бог с тобой неразделимый Мы Бог с тобой неразделимый Мы вот с тобой тебе отдали всё Мы вот с тобой не раздевлились Знаем, что твоя любовь перейдёт домой Всё для нас решено Будем мы тебе лишь угождать У нас твой взгляд теперь на всё Твоё дело в наших сердцах Всё для нас решено Будем мы тебе лишь угождать У нас твой взгляд теперь на всё Твоё дело в наших сердцах Всё для нас решено Будем мы тебе лишь угождать У нас твой взгляд теперь на всё Твоё дело в наших сердцах Всё для нас решено Всё для нас решено, Будем мы теперь лишь куда-то На твой взгляд, верно всё, Твоё дело не будет! Мы Бог с тобой! Мы Бог с тобой! Мы Бог с тобой! Зам gold my love will inform you! Мы Бог с тобой не оценили… Мы Бог с тобой! У beim야 mereت cosas! Мы Бог с тобой! Зам gold my love will inform you! Субтитры делал DimaTorzok Выберите «Оплата услуг», далее выберите «Другие услуги». Зайдите в раздел «Благотворительность», нажмите кнопку «ТБН», введите свой номер мобильного телефона, внесите сумму, получите квитанцию об оплате. Оплачивать платежи через Киви-терминалы просто и интуитивно понятно. В главном меню выберите «Оплата услуг», далее выберите «Другие услуги». Зайдите в раздел «Поддержка фондов». Не можете найти? Тогда наберите в поиске «Телеканал ТБН». Введите свой номер мобильного телефона, внесите сумму. Воспользуйтесь электронными кошельками Тинькофф и Киви. Платежи проходят быстро и без проблем. С помощью Киви-кошелька вы также можете моментально и без комиссии оплатить наши услуги через веб и мобильный сайт, приложение для мобильных устройств, социальных сетей, СМС-команды и терминалы Киви. Узнайте более подробную информацию о способах перевести пожертвования на нашем сайте или позвоните по телефону открытой линии ТБН. Киви-кошелька 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 Мы не сдадимся, мы не уйдем, Мы ждем, Господь, тебя. Освободитель наш, истинный Бог, Мы ждем, Господь, тебя. Ведь так же, как заря взойдет, Придешь ты к нам, И как верно слов твоих, Ты придешь. Придешь, славою Своей не сойдешь, На нас пройдешь, Жажду сердца удалишь опять, Придешь, придешь. Ты придешь, ты придешь. Поддитель цепи, Жизни сценись, Глаза откройтесь, Христос явись. Поддитель цепи, Жизни сценись, Глаза откройтесь, Христос явись. Ты придешь, славою Своей, Ты зайдешь на нас, Ты придешь, жажду сердца удалишь опять, Ты придешь, ты придешь, Ты придешь, ты придешь. Славою Своей ответ сойдешь, Славою Своей ответ сойдешь, На нас пройдешь, Ты придешь, Ты придешь, Жажду сердца удалишь опять, Ты придешь, ты придешь, Ты придешь, ты придешь. Дух Святой, мы возносим свои руки Наши сердца жаждут Мы поднимаем обе руки к небесам Открываем свои сердца Мы жаждем Тебя Бог Мы жаждем Тебя Бог Падите цепи Ждите цепи Ждите цепи Глаза открыть И скользя Провозгласи это над нашей страной Над своим поколением Падите цепи Пой со всей своей силой Ждите цепи Используй всю свою веру Разброшай Глаза открыть Христос грани Падите цепи Падите цепи Жизнь исцелит Глаза открыть Христос явит Глаза открыть Христос Глаза открыть нужды. Пишите, звоните. В конце прямого эфира мы будем молиться. Будем молиться вместе с вами. Я верю, что наш Бог, всемогущий Бог, который восполняет всякие наши нужды не по нашей силе, не по нашей способности, не по нашим возможностям, но по своему богатству в славе, силой, помазанием Господа Иисуса Христа. Итак, мы говорили с вами о том, что Бог является автором семьи, что именно Он знает, как все должно быть устроено. Именно Он приводит к мужчине или к помощника, соответствующего Ему. Поэтому мы должны доверять Богу, что Господь сделает правильное решение. Мы должны быть открыты для этого. И когда мы вступили в брак, тогда мы понимаем, что это завет, это союз. И как вы знаете, Бог так устроил тело человека, тело женщины, что в первую брачную ночь проливается кровь. Это неспроста. Это на самом деле не какая-то ошибка природы. Это Бог изначально запланировал для того, чтобы кровь являлась свидетельством завета. И завет, его нельзя просто так. Знаете, как люди собрались, пожили вместе, потом разбежались. Завет — это союз, который навсегда. Поэтому в клятве верности звучат такие слова, пока смерть не разлучит нас. Я думаю, что если молодые будут вступать в брак именно с таким пониманием, с такими словами, не просто, ну, мне нужна женщина или мне нужен мужчина, поживем, посмотрим, как мы подходим друг другу или нет. Но когда они с Божьей помощью принимают это решение жить вместе, тогда это будет крепкая семья. И тогда дети будут расти в безопасности. Когда любовь — это не просто некие эротические чувства, сексуальное влечение и все остальное, но когда это проявление любви Божьей, любви Агапы, то есть самопожертвенной любви, любовь, которая доставляет помощь и благо, максимальное благо объекту любви, своему ближнему, тогда это будет все по-другому, друзья. Так вот, то, что мы с вами уже говорили, это послание к Евсянам, 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вы помните, что Господь Иисус Христос, который был абсолютно чистым, святым и праведным, тем не менее, Он добровольно пошел на крест, Он предал себя ради нас. То есть Он пожертвовал своей жизнью, Он пожертвовал собой, Он претерпел мучения, Он претерпел казнь на кресте только с одной целью, чтобы нам с вами принести максимальное благо. Если вы еще не познакомились со Христом, если вы еще не обратились к Нему, если вы еще все думаете, есть Бог, нет Бога, если есть Бог, что со мной будет, тогда у вас прямо сейчас есть уникальная возможность получить дар Божий, который называется спасение. Вы не можете заработать спасение, вы не можете заработать вечную жизнь, но то, что мы прочитали с вами сейчас, мы должны знать, что Иисус Христос умер за наши грехи, из-за наши преступления. Его кровь была пролита для того, чтобы мы с вами получили искупление от Бога, прощение всех наших грехов и получили в подарок вечную жизнь. Если вы хотите, то делайте это прямо сейчас. Писание говорит о том, что если человек поверит в своем сердце, что Бог воскресил Христа из мертвых и своими устами будет называть Иисуса Господом, Он спасется. Поэтому, дорогие друзья, прямо сейчас призовите Иисуса, прямо сейчас скажите Ему, дорогой Господь, я верю, что Ты умер за мои грехи, и Ты воскрес для моего правдания, и прямо сейчас я принимаю Тебя моим спасителем, моим Господом, и поблагодарите Его за то, что Он это сделал, Он подарил вам праведность и вечную жизнь во имя Иисуса Христа. Ну а теперь давайте вернемся снова к идее семьи, как то, что это Бог совершил и Бог устроил. Друзья, я почему еще и еще раз обращаюсь к этому, потому что сейчас в современном обществе, особенно в западном мире, вы сами понимаете, что происходит. Буквально недавно в Соединенных Штатах был принят этот закон, причем Конституционный суд утвердил это для всех штатов, легализацию однополых браков. И говорится о том, что это для максимального блага, что этот человек выбирает сам, и что дети, они не могут, знаете, когда ребенок родился, он еще как будто и не знает, он мальчик или девочка. И что по прошествии какого-то времени только после этого он должен решить, что если он был мальчиком, вдруг захотелось стать ему девочкой, и все. Ну абсурд полный. Давайте посмотрим, что говорит Писание. Прежде всего, мы должны с вами понимать, и Библия об этом очень четко говорит, что Бог сотворил человека. И Бог сотворил человека мужчиной и женщиной. Что это значит? Это значит, что Бог сотворил мужчину мужчиной, а женщину женщиной. Знаете, Бог не перепутал. Это не получилось так случайно, что в женское тело он селил мужчину, и потом мужчине приходится делать различные операции, пить разные гормоны, что-то с собой делать, что-то отрезать, добавлять, чтобы он стал женщиной. Друзья, это абсурд, это демоническая ложь. Бог не перепутал. Бог истинный и совершенный. И когда он сотворил человека, когда он дал рождение, если он дал рождение мальчику, то это мужчина, это будущий мужчина. Если он дал рождение девочке, значит, это будущая женщина. Не нужно пытаться изменить. Но вообще я понимаю, что у человека после грехопадения Адама все перепуталось, и ему так и хочется сделать все по-другому. Вы знаете, что, особенно среди девушек такой, если у него волосы белые, она хочет быть с черными волосами, если у него кудрявые, она хочет прямые волосы. И человек постоянно, если зимой он хочет лета, осенью весны. Но мы все-таки должны понимать, дорогие, Бог лучше знает. Он творец. Он сотворил мужчину и женщину. И как кто-то однажды пошутил, что Бог сотворил Адама и Еву, а не Адама и Севу. Мужчина и женщина вдвоем — это то, что Бог изначально запланировал для семьи. Никаким другим образом. Он не планировал, чтобы женщина соединялась с женщиной для семьи, мужчина с мужчиной. Мы должны вернуться к основам, друзья. Мы должны понимать, что это Бог устроил. И Бог знает, как все работает. Самым лучшим образом для человека. Но и также мы должны понимать, что мужчина и женщина устроены по-разному. Не просто даже физиологически. В том плане, что Писание говорит, это первое послание к Коринфянам, 11 глава, там сказано о том, что муж или мужчина — это образ или слава Божья. То есть он является неким подобием, неким отражением Бога. И он является стороной дающей. Вот я приведу такой пример. Представьте себе картину. Солнце и Луна. Порой люди смотрят и думают, вот Солнце днем светит, Луна светит ночью. Но, как вы знаете, Луна не дает собственного света. Луна просто отражает свет. Солнце излучает, то есть Солнце является генератором света. Так вот, Бог устроил таким образом, что в семье у мужчины есть роль. Я не говорю сейчас о том, что мужчина как бы более какого-то лучшего сорта, а женщина менее... Ни в коем случае. Потому что и мужчина, и женщина — это образ и подобие Бога. У них просто разные функции, они устроены по-разному. Но в глазах Бога они являются равными сонаследниками благодатной жизни, как говорит Писание. Но вот смотрите, когда Солнце светит, оно светит на планету Земля, оно светит на Луну, Солнце никогда не требует взаимности. Оно просто отдает, оно просто светит. И это важно для нас понимать. Потому что порой мужчины, они обижаются на своих жен, они требуют от них взаимности. Они говорят, вот моя жена не заботится обо мне, моя жена не уважает меня, моя жена то, другое, пятое, десятое. Друзья, если мужчина будет выполнять свою функцию, свою роль, вот с таким пониманием, что я в семье поставлен быть таким человеком, который любит, который любит и не требует некой взаимности, тогда и жена, ей будет очень легко выполнять свою роль, роль как бы принимающей стороны. И если мужчина начинает обижаться, начинает что-то ожидать от жены, начинает предъявлять к ней претензии, то в общем-то он ведет себя противоестественно, потому что он, знаете, как бы начинает выполнять роль женщины. Братья, вы мужики, вы мужчины, вы образ и подобие Бога. Бог заложил в вас эту идею любить, отдавать, защищать и охранять. Это уже заложено в нас, мы просто должны это высвободить. Итак, Писание говорит, первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава, муж о Христу глава Бог». И когда мы говорим о том, что муж является главой, друзья, это ни в коей мере не говорит о том, что теперь нужно стукнуть кулаком по столу и говорить «я в доме хозяин». Или когда другая ситуация, когда женщина постоянно пилит мужчину и говорит «ну что ты делаешь того или другого, ты должен стать главой семьи, иначе мне все приходится делать». Дело в том, что, послушайте внимательно сейчас, дорогие, и мужья, и жены, муж уже глава семьи, он не должен пытаться им стать, потому что Бог назначил его быть главой семьи. И поэтому он должен войти в свою роль, а жена должна подчиниться этому Божьему установлению. И тогда для обоих это будет правильно, это будет благом, потому что в этот момент происходит следующее, когда муж является на самом деле главой семьи и священником в доме, он становится защитой и покровом. И вот это очень важно, чтобы мы понимали. Я прочитаю дальше послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Расширенный перевод говорит следующим образом. Смотрите, «будьте покорны, смиренны, адаптируйтесь». Знаете, что происходит? Мудрый совет говорит следующее, что до свадьбы смотри в оба, а после свадьбы смотри сквозь пальцы. К сожалению, во многих семьях происходит с точностью до наоборот. Пока эмоции, пока чувства, пока такие романтические увлечения, они смотрят друг на друга сквозь пальцы, в розовых очках. Но после свадьбы эти очки снимаются, они под микроскопом начинают исследовать друг друга, и начинаются эти скандалы, начинаются претензии, разборки и все остальное. Но на самом деле Писание говорит, «Жены, повинуйтесь, адаптируйтесь, привыкайтесь, смиряйтесь. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, он же спаситель тела». Вот это очень важный момент. Смотрите, Христос глава и спаситель. Библия проводит аналогию. Она показывает, как это работает в взаимоотношениях между Богом и Его спасенным народом, между Христом и Его невестой церковью. Точно так же есть такой мини-образ, отображение в семье. Бог поставил мужчину быть главою, быть хранителем, быть защитником. И если жена этому не подчиняется, тогда она попадает в трудности и проблемы, потому что она как бы не имеет этого счета, не имеет этой защиты. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. И расширенный перевод говорит следующее. Они должны быть подвластными, несамостоятельными, зависимыми. 33 стих. Мы все еще посланники, вся нам пятая глава. 33 стих. Жена да боится своего мужа. Ну, чтобы у нас расселись вот эти как бы недоумения по поводу боится, есть расширенный перевод или уточнение, что же это значит, слово боится. Уважать. Послушайте, что жена делает в отношении мужчины. Уважать, быть высокого мнения, чтить, благоговеть, считаться с его мнением, поступать по его совету, любоваться, восхищаться, выражать восторг. И в этот момент я понимаю, что кто-то из женщин скажет, да ради чего вообще это? Да вы знаете, какой у меня муж? Да на него без слез трудно посмотреть, да он такой и рассекой и так далее. Но дело в том, что, дорогие жены, вы сделали свой выбор. Вас никто не принуждал, вас никто не заставлял. Вы добровольно выходили замуж за мужчину. Но когда вы вышли замуж, тогда Писание говорит и дает инструкции, что нужно делать, чтобы семья была крепкой, чтобы дети были под охраной и защитой, чтобы они правильно росли и воспитывались. И то, чтобы вы, как женщины, получали ту самую защиту и поддержку, о которой говорит Писание, есть ваша роль в этом. И ваша роль — это вот именно таким образом. То, что Писание говорит, это для вашего блага. Когда женщина не слушает мужа, она выходит из-под защиты. Когда она делает то, что говорит Писание, я понимаю, что это нужно прилагать усилия. Я понимаю, что порой нужно эмоции просто отбросить и сделать то, что правильно, сделать то, что говорит Писание. Так вот, друзья, был один момент, когда к Иисусу подошел римский сотник. И он говорит, чтобы Иисус пришел, или вернее, чтобы Иисус исцелил его слугу. И тогда Иисус говорит, я приду и исцелю. И тот сказал, нет, нет, тебе не нужно идти, просто скажи слово. Потому что я сам подвластный человек, то есть под властью. И поэтому я имею власть. И если я что-то говорю, меня слушают. Иисус посмотрел на всех и говорит, слушайте, у этого человека великая вера. Он подвластный, и он из этого имеет власть. Точно так же происходит с нами, друзья. Если женщина сама приносит себя под власть мужчины, тогда у мужа есть в духе власть для того, чтобы позаботиться о женщине. А много лет назад, когда мы только-только еще уверовали в Господа, еще даже не знали об исцелении, о Божьей силе. Мы были в традиционной церкви, где об этом просто не проповедовали, не учили. И была такая ситуация. Однажды ночью моя жена просыпается от дикой, жуткой боли в почках. И она меня будит, и я просто посмотрел на нее и был шокирован от того, что с ней в этот момент происходит. Она даже говорить не могла. Она просто сказала, что у нее, знаете, как-то вот сквозь вот эту боль, она сказала о том, что у нее вот эта почечная боль, очень сильная, резкая. И я сорвался, пытался что-то найти там в этой аптечке, ничего не находил. Думал, сейчас мне нужно одеваться, бежать в скорую. У нас не было тогда телефона. И вдруг мне клюнула такая мысль. Прежде чем я побегу за скорой, мне нужно помолиться. Но все, как я умел молиться, это я помнил молитву «Отче наш», которую мы выучили тогда наизусть. Я встал на колени перед моей женой, я возложил свои руки, помолился. И как только я сказал «Аминь», насколько была моя вера, поймите, я тут же бросился одеваться, чтобы бежать за скорой. И в этот момент я услышал, как моя жена уже нормальным голосом говорит «Ты куда?». Я говорю «Ну как куда?». Ну я же побежал за скорой, чтобы она приехала помочь тебе. Она говорит «У меня все прошло». Я говорю «Как прошло?». У меня даже не было вот такой непоколебимой уверенности. Но что в этот момент произошло? Сработал этот принцип власти, помазание, которое есть на муже. Все, что мне нужно было – возложить руки, помолиться, запретить этой болезни и высвободить Божью силу. И моя жена была исцелена, она была здорова. Через несколько часов у нее безболезненно вышел большой камень из почек. Это было абсолютное чудо. Когда она принесла и показала врачам, они сказали «Ты где этот булыжник нашла?» Потому что без операции такие камни не выходят. Но это было в нашей семье. Это то, что происходило именно с нами, друзья. И это может произойти в вашей жизни. Это может произойти, если вы будете поступать таким образом на основании Божьей инструкции и Божьего слова. Если вы бунтуете против мужчин, если вы их не уважаете, вам будет очень сложно в жизни. Но если вы покоритесь под Богом поставленную власть, тогда будут происходить потрясающие вещи, потрясающие чудеса. Я хочу прочитать несколько свидетельств, которые приходят к нам. И послушайте сейчас. Борис из Белоруссии пишет. «Я свидетельствую, как Бог меня с женой благословил. У нас шесть лет не было детей. Врачи загоняли ее. Но вот я помолился, и Бог ответил мне. Она беременна двойней, два мальчика». Видите, это чудо произошло в семье, когда муж взял ответственность, он взял власть и высвободил эту Божью созидающую силу, и теперь у них будут дети. Слава Господу! Ольга пишет из России. «Хочу поблагодарить Бога, что мой муж бросил пить и стал ценить семью. Слава Богу!» Здесь мы видим, что и жена также, она молилась за своего неверующего мужа, и тогда Бог смог прикоснуться, спасти этого человека, освободить его от алкогольной зависимости, от пьянства. Данилова Вера из России. «Благодарю Бога, что Бог коснулся моих родителей. Он изменяет их жизнь. К лучшему освободил папу от зависимости. Благодарю за исцеление папы». Мы видим, как дети молятся за родителей, и Бог прикасается. Все это действует в рамках семьи, друзья. И еще одно свидетельство. Людмила Кин из Германии. Свидетельствую о том, что звонила на прямой эфир, просила за работу для мужа Виктора. И вот Бог все замечательно устроил. Муж уже заключил договор. Мы верой приняли слово от Бога, сказанное Сергеем Зуевым. На каком-то эфире, видимо, я говорил слово, пришедшее от Господа, и люди приняли это, и Бог совершает свои результаты. Поэтому, дорогие друзья, напоминаю вам, что мы в прямом эфире. И если у вас есть молитвенные нужды, если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите нам, звоните нам. И в конце этого прямого эфира мы будем молиться. Мы говорили о том, что Бог поставил мужчину как главу семьи. Не для того, чтобы господствовать или, знаете, вести себя как тиран, но для того, чтобы быть священником в доме, для того, чтобы быть защитой. И я уже приводил пример, как это было в моей семье. Хочу напомнить, вернее, привести еще один пример, который я вспомнил. Я помню место из Писаний, это послание Якова 4,7, где сказано, что если мы покоримся Богу, и мы противостанем дьяволу, тогда он убежит от нас. Когда мы принимаем Слово Божие как наивысший авторитет и покоряемся под это Слово, тогда у нас есть сила и власть противостать злым силам, противостать обстоятельствам, немощам, болезням, нищете, долгам и так далее. И они вынуждены, они обязаны будут уйти. И также Писание говорит о том, что если двое из вас согласятся просить о всяком деле, это Матфея 18, глава 18 стих, то что бы вы ни попросили, будет вам от небесного отца. И где-то примерно 18 лет назад у нас была такая ситуация, когда моя жена с детьми поехала на юг к родителям, а я остался в нашей церкви, тогда мне невозможно было кому-то передать или заменить. И я оставался в течение лета, чтобы проводить богослужения. И в какой-то момент времени у моей жены вдруг открылось кровотечение. Это была просто демоническая атака. И это было настолько сильно, что ее везли в больницу и не могли остановить кровотечение. И в этот момент я находился за тысячи километров. И я когда узнал об этом, знаете, было очень сильное переживание, потому что я испугался, что могу ее потерять. Но когда я начал молиться, знаете, я просто лежал на полу, я взывал к Богу, чтобы Бог что-то сделал, чтобы Бог помог. Я никогда не забуду, как Бог в этот момент говорил со мной. И Он сказал то, что меня полностью изменило, когда вдруг эти слова прозвучали, что от тебя зависит, будет она жить или нет. Знаете, мне это было как-то странно, потому что я думал, что, в общем-то, только у Бога вся власть и сила, это Бог решает, кому жить, кому не жить и так далее. Но Бог показал, что Он поставил у меня быть главой семьи, быть священником в доме. И Он сказал, что от тебя зависит. Ты глава семьи. И ты решаешь, придет дьявол в твою семью, или ты закроешь перед ним дверь. Сможет ли он забрать жизнь или нет. И в этот момент, друзья, меня наполнило такое дерзновение, такое ощущение власти и силы. Я поднялся и сказал, Сатана, я запрещаю тебе прикасаться к моей жене. Прежде чем ты доберешься до нее, ты должен пройти через меня. Но я связываю тебя именем Иисуса Христа. И знаете, произошло чудо. Моя жена получила полное исцеление. И, слава Богу, она живая. Я уже говорил о том, что мы вместе с ней 30 лет. Это у нас 5 детей. У нас один внук уже, который сейчас есть, ему более 2 лет, его зовут Авраам. Я порой, знаете, так шучу и говорю о том, что мы все с вами потомки Авраама, но я единственный среди вас дед Авраама. Но на подходе у меня еще один внук. Поэтому у нас благословенная семья. Знаете, этого могло бы не быть, если бы в тот момент я не понял своей роли и своей ответственности, как главы семьи. Далее возникают часто вопросы по поводу того, что если муж глава семьи, тогда он ни в коем случае не должен вообще слушаться жены. Он должен только давать указания, приказания и все остальное. В Библии есть один момент, в общем-то из-за которого произошло все грехопадение на самом деле. Это Бытие 3 глава. Вы помните, что Ева, жена Адама, она поддалась искушению, и она взяла тот самый плод запретный, она его скушала. Но это не было грехопадение на самом деле. Проблема случилась именно в тот момент, когда она дала своему мужу, и муж послушался своей жены и съел этот плод. И я прочитаю сейчас 17 стих, это книга Бытия 3 глава, 17 стих. «Адаму сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». То есть в этом случае Бог осудил Адама, что он послушался голоса жены. Но во всех ли случаях мы не слушаемся наших жен? Потому что есть другой пример из Библии. Послушайте, друзья. Эта история записана в книге Бытие, 21 глава, 9 стих. «Увидела Сара, что сын Агария Египтянки, которого она родила Авраму, насмехается. И она сказала Авраму, выгони эту рабыню, сына ее, ибо он не наследует, не наследует сына рабыни, сей сына моим Исааком». 11 стих. «Показалось это Авраму весьма неприятным ради сына». То есть вот здесь начинается гуманизм. Понимаете, когда человек думает, то, что вот эта женщина сделала, это вообще неправильно, это нехорошо, и нужно за это осудить, это не по-человечески. Ну, мы бы так с вами поступили. Но послушайте, что Бог сказал. Он сказал Авраму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Здесь как бы мы удивляемся. Сара как-то поступает неправильно. То есть это не было душевно, это не было по-человечески, это не было как-то по-доброму. Но тем не менее, Бог сказал Авраму, мы с вами знаем, что все мы в Иисусе Христе являемся потомками Аврама, наследниками Аврама по вере. То есть Аврам является как неким образцом для всех верующих. И Бог говорит, «Слушайся жену свою». Вот вопрос. В одном случае Бог говорит, «Не слушайся жену», или «Когда Адам послушался, пришло проклятие». А в другом случае Бог говорит, «Слушайся жену свою». Как нам выбрать? Как нам получить ту самую мудрость, когда нам слушаться, или когда не слушаться? Ответ очень простой. Ева сделала против заповеди, против Слова Божьего, и потолкнула мужа своему к тому, чтобы муж тоже перестал слушаться, или то, чтобы он согрешил. Поэтому Писание говорит здесь, что Бог сделал выговор, Он осудил это. Но то, что сделала Сара, она вспомнила обетование, она поступила по Слову Божьему. И может быть, это выглядело как-то не совсем правильно, казалось бы, не совсем по-доброму в глазах Аврама, но тем не менее Бог сказал, «Слушайся жену свою», потому что она говорит в соответствии с обетованием по Слову Божьему. Поэтому ответ простой, друзья. Если у вас возникает какая-то дискуссия, и жена что-то говорит, просто она просто нужно проверить. В данный момент я в соответствии со Словом Божьим поступаю или нет? И то, что говорит моя жена, соответствует это Писанию как критерию истины. Если то, что говорит жена, это соответствует Писанию, значит, она говорит от Бога, тогда, мужья, слушайтесь жен в этой ситуации. Если жена склоняет к греху, тогда не слушайтесь. Итак, Библия говорит о том, что это первое послание Коринфянам, 11 глава, 7 стих. «Муж есть образ и слава Божья». И есть очень потрясающий, знаете, для меня это один из самых таких удивительных, замечательных псалмов, Псалом 111 в Синодальной Библии. Звучит следующим образом, с первого стиха. «Благословен или блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Мы говорим о мужчине, как о главе семьи, как об образе и подобии Бога. «Блажен муж, боящийся Господа, крепко любящий заповеди Его». Это тот человек, для которого Слово Божье является наивысшим авторитетом. Это тот мужчина в доме, который, знаете, имеет правильные отношения с Богом. То есть не религиозные, не какие-то просто там традиционные, а на самом деле Бога знает, общается с Ним, верит в Бога, применяет Его силу, применяет Его Слово в своей жизни. Смотрите, что будет происходить. То есть он как глава семьи. «Сильно будет на земле семя Его, род праведных, благословиться». То есть дети в такой семье, они будут сильными, они будут умножаться, они будут благословенными. И вы знаете, слово «благословенные», оно очень потрясающее. Это те, которые наделены силой процветания. Это те люди, которые счастливые. Это люди, которые здоровые, радостные, ходят в шаломе, в мире Божьем. Это то, в общем-то, которым только можно позавидовать. Так вот, первоисточником всего этого есть мужчина в доме, который выполняет функцию главы семьи. И семья под защитой. И там благословение, и здоровые дети. И эти дети умножаются и укрепляются. И третий стих. «Обилие и богатство в доме Его». Праведность Его пребывает вовек. А это вообще уникальное что-то. Только подумайте о том, что все хорошо в семье, дети здоровые, дети счастливые, крепкие, отношения между мужем и женой прекрасные, и еще там обилие и богатство, они праведные. В общем, что-то все такое замечательное и уникальное, дорогие друзья. Теперь дальше. Писание продолжает нам. «А жена есть слава мужа». И слава мужа обозначает отражение. Как вы знаете, я говорил в начале нашего эфира, что от солнца идет сияние света, а луна, она просто принимает и отражает. Так вот, жена — это как раз сторона принимающая, и поэтому все, что делает жена, она отражает славу мужа. И в каком плане? Посмотрите, по поведению жены можно понять, как муж к ней относится, потому что жена — отражение, зеркало. Можно сказать, даже такое увеличительное зеркало. То, что муж видит в жене, на самом деле это его проблема, это его недостаток. Друзья, если мы смотримся в зеркало и видим, что у нас там с волосами какие-то проблемы или с воротником, то мы не в отражении будем это поправлять, а мы должны поправлять это у себя. И вот в этом отношении местописание. Матфея 7, глава 3 стих. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, бревна в твоем глазе не чувствуешь». И так далее. Четвертый стих. «Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, вот в глазе твоем бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Мы часто думаем только на возобновлениях в церкви между братьями или сестры с сестрами, но на самом деле это также касается отношения мужчины и женщины, мужа и жены. Дорогие мужья, если вы видите в женах какие-то проблемы, недостатки, настроения и все остальное, подумайте о том, что это отражение вас самих, что Бог всемогущий хочет вам что-то сказать. Он хочет что-то совершить и сделать по одной простой причине, потому что, знаете, как еврейские раввины говорят о том, что жена – это резец в руках создателя. Когда Бог запланировал семью и брак, то его задача и цель была отточить и сформировать мужчину и женщину. Как интересная была история со скульптурой Микеланджело, о которой все восхищались и говорили, как он это красиво сделал. И спрашивали, как ты все это сделал? Он говорит, я просто взял, посмотрел на каменную глыбу, взял резец и убрал все, что не нужно. Вот то, что наш Создатель делает. Он берет нас, таких необтесанных, и потом применяет резец. Это то, что происходит в семье, наши взаимоотношения. Когда мы общаемся, когда мы говорим, когда мы спорим, что-то происходит в этот момент, когда мы смиряемся, тогда Всевышний Создатель, Он формирует тот самый образ, который изначально Он запланировал для нас, как для людей, чтобы мы смогли исполнить небесное поручение, чтобы в нас был сформирован характер Иисуса Христа и был создан тот самый плод Духа. Поэтому, дорогие, то, что Писание говорит, что брак — это Божье установление. Мы на этой ноте будем с вами завершать наш прямой эфир, что брак — это не просто желание людей. Бог является автором семьи. И Его цель, чтобы мужчина и женщина были преобразованы в образ Христа, для того, чтобы они исполнили свое призвание и поручение. Это будет происходить только в семье. Возможно, редкие какие-то исключения, но в основном Бог так запланировал. И у нас есть буквально, я сейчас прочитаю некоторые молитвенные нужды, мы с вами будем молиться. Смотрите, Марина пишет. Прошу помолиться за венчание и свадьбу Аллы и Влада, чтобы Господь усмотрел финансы, все необходимое, чтобы программа свадьбы прославила Господа, и все неверующие радовались без вина. Вопрос из России. Прошу молиться за мужа моей дочери Сергея. Он алкоголик, он буйный, бегает с ножами, топился, резал вены, звонила дочь Эмиле, а он ей снова угрожает. Вот такие вещи происходят в семьях, друзья. Ольга из России. Здравствуйте, помолитесь, пожалуйста, за моего мужа Александра. Он алкоголик, чтобы Бог его исцелил. Достаточно много всяких этих вопросов и молитвенных нужд, которые говорят так или иначе о семейных взаимоотношениях, вопросах исцеления и все остальное. Поэтому сейчас, друзья, давайте мы с вами объединимся вместе в молитве. Если вы находитесь в семье и у вас какие-то трудности или сложности, просто присоединяйтесь к нам, потому что Бог слышит вас на любом месте. Писание говорит о том, что Отец Небесный знает о всех наших нуждах прежде нашего прошения. Но то, что важно, а в духе нет расстояния, и мы прямо сейчас соглашаемся о том, чтобы все эти молитвенные просьбы, молитвенные нужды, которые поступили до эфира, во время эфира, Бог об этом знает, и Бог способен это решить. Давайте вместе молиться об этом. Небесный Отец, прямо сейчас мы молимся, и мы просим тебя во имя Господа Иисуса Христа, чтобы все эти просьбы, все эти молитвенные нужды были восполнены, восполнены тобой, всемогущим Богом, не по нашей силе, не по нашей способности, но по твоему могуществу, по твоему богатству, славе, через помазание Господа Иисуса Христа. Мы запрещаем всяким нечистым духом, мы запрещаем всякой немощи и болезни, всякой зависимости, наркотической или алкогольной зависимости, мы также запрещаем сейчас всякому духу нищеты и всякому влиянию, разрушительному влиянию бедности именем Иисуса Христа. Мы связываем тебя, Сатана, убери свои лапы от драгоценных семей Божьих во имя Иисуса. Мы провозглашаем, чтобы утвердился мир Божий, любовь Божья и благословение Господне, чтобы пребывало на каждой семье во имя Иисуса Христа. Ну вот, друзья, к сожалению, время нашего эфира заканчивается. Мы говорили о семье и напоминаю вам, друзья, Бог автор семьи и не позвольте никому это изменить. И если вы хотите узнать, какой будет счастливая семья, откройте Писание и посмотрите об этом. И пусть Господь благословит вас. С Богом! Субтитры подогнал «Симон»